Короче говоря, я заработал на новый айфон. Мне кажется, эта ночь была самая ужасная в мире. Я проснулся. Хотя нет, не так. Я снова проснулся уже в десятый раз за эту ночь. Кошмары прокисели, в садике не давали мне спать. Я встал с кровати и понял, что уже середина дня. Вот это да! Жаль, что у меня нет телефона с будильником. А что такое бубильник? Это, наверное, конфеточка какая-то вкусненькая, да? Эй, чебурек, ты со своими конфетами уже совсем замучал. Ты уже сам на конфету похож, только волосатую. Не бубильник, а будильник. Это такая штука, которая тебя по утрам пугает, а ты просыпаешься. Ну да ладно. Я собрался, одел чебурека, взял его под мышку и мы собрались идти гулять. Эй, скажите кто-нибудь Марку, что чебуреков нельзя носить под мышкой. Нас это укачивает. А еще лучше поставьте лайки. Если поставите лайки, Марк поймет, что меня нужно перевернуть. Ну же, ну же, поставили? Ой, чебурек, а чего это ты вверх тормашками? Это чтобы пятки загорели? Давай-ка я возьму тебя поудобнее. Ну что ж, выслим я с чебуреком на улицу и давай гонять во все стороны. Так и не заметили, как оказались на детской площадке. Опа, вот это круто, как мы сейчас повеселимся. Вот это меня сейчас Марк повеселит. Опять тошнит весь день будет. Я разогнался со всех сил. И как свалился прямо на землю. Как же больно мне было в этот момент. Чебурек подскочил ко мне и сказал серьезным голосом. Ой, Марк, тебе срочно нужно к ветеринару, чтобы он тебе это, лапку обмотал и клизьму поставил. Чебурек, это тебе клизьму надо поставить. И рот скотчем перемотать, чтобы глупости не говорил. А мне в этот момент нужна была помощь мамы или папы. Как жаль, что у меня нет телефона и я не могу им позвонить. Марк, а ты что, разве не знаешь? Вышел новый айфон. XS, кажется, так? Давай его купим. Легко тебе говорить. На него же деньги нужно заработать. А это не так просто. Зато ты всегда всем звонить сможешь по любому поводу. И этот бубильник твой там есть. Я так замечтался о новеньком айфоне, что даже забыл, что у меня болит нога. Так, в конце концов, я видеоблогер. И тоже могу деньжат заработать. Не все же время мне зарплату на конфеты и игрушки тратят. Ну, я начал трудиться, не покладаясь своих рук и ушей чебурека. Мы постоянно писали новые сценарии. Снимали крутые видео. Монтировали ролики и загружали их на канал. Прошел месяц и сегодня должна была прийти моя зарплата. Я так круто поработал в этот месяц, что смогу купить айфон и себе, и маме, и папе, и даже деду Пете. Я попросил маму, чтобы она подсчитала, сколько там накопилось у меня. Мама что-то там поклацала, подсчитала и сказала, что все в порядке. На телефон мне хватит. Ура, подумал я, и мы с мамой пошли в магазин. Как оказалось, денег я насобирал не очень много. Сложно передать мои впечатления, когда я увидел свой новенький не айфон, а вот этого. Ну, а чё, это тоже телефон. Не Иксэс, конечно. А так, эсочка. Короче говоря, я заработал на новый айфон. Субтитры сделал DimaTorzok